всем привет 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 ты только что на турнике лазил руки за ртовой девочка мы едем на дачу я не знаю куда смотреть телефон неправильно держу и мы сейчас заедем вайлдберрис и мне пришел штатив я надеюсь что все нормально с кольцевой лампой там же свет у меня я не туда смотрю девчонки простить что ладно светимся на даче девочки приехали мы на дачу короче говоря я перевернула банки они целую неделю стояли кверх ногами да наверное испортится потому что мне описали что крышки должны быть сухие да но не надо было переворачивать ну девчонки не знаю здесь банок немного съедим я думаю что успеем съесть пока испортит пока не испортится вернее так что хотела показать я сейчас буду варить борщ говорю тихо потому что федя спит я его закрыла дверь потому что мы приехали ну уже короче близко к обеду они рано сегодня встали я рано встала лёша дали выспаться вот и вот у меня капуста которая оставалась от пирога ну вот такой вот треть да здесь получается вот я ее использую картошку дома почистила здесь у меня один окорочок пополам порезанный когда лёша мясо мариновал он но его попросила порезать окорочок и от мяса кусочки свинины ну вот видите здесь жирком в общем это сейчас бульон быстро поставлю варить и помните кто меня давно смотрит настя моя подруга настя тебе привет дорогая который мне ногти делала ну и будет делать сейчас дача закончится буду делать борщ мамин давала год назад я его берегла я честно говорю я не то чтобы ну я могла его использовать него берегла и вот я сегодня понимала что как раз сегодня нужно будет его взять чтобы быстренько сварить борщ поэтому вот я сейчас вот из этого всего то есть я положу капусту одновременно с картошкой потому что картошка тоже свежая а чё эту плюта блин сначала бульон воду я уже поставила это вентилятор так будет но мы так и хотели просто если сейчас будете говорить что сильно гудит во первых она не врезана еще во вторых да девочки мы так и хотели чтобы вентилятор был потому что это дача мало ли что вдруг здесь у меня слушайте такой органайзер и крышки и хлебницы и хлеб этот свежий подумал что мало будет вчерашний взяла из дома так что вот так что погода девчонки у нас конечно шепчет не очень хорошая погода мы приехали наверное около не знаю минут сорока назад вот около 40 минут назад приехали а лёша купил замок потом щеколду пружинка у нас была пружинку на калитку поставил сейчас я все покажу сейчас главное чтобы положить мясо да и когда закипит пенку снять а потом я уже пойдем забор покажу наш вот ну короче покажу что он купил что поставил и мы все там ошивались потому что федя зашел туда спать он сам зашел я сейчас зашла дверь зак ну прежде чем дверь закрыть я его укрыла и короче он отдыхает пусть отдохнет чтобы не пищал пищать начал уже когда пищит все это значит понятно что ему нужно ложиться спать вот арсений сидит прохладно а уже идет в машине сидел телефон смотрел мы с лёшей там забором занимались мы с лёшей забором занимались что сынок телефон дать я сейчас принесу тебе его да и недолго все я девочкам сказала иди ко мне поздоровайся девочки ну давай ну как будто там малыш ты мамалась ты мамалась мой малыш чей ты малыш старыми любите все нормально че ты малыш я тебя у меня губы не накрашенной мой спасибо ладно девочка позже очень девочки смотрите какая красота это единственная красота которая есть у нас на участке арсений ноет арсений сломал ручку в машине лёша и сделала арсений опять сломал видите розочки какие и я несу лёша бутерброд вот такой вот это вот та самая печенка про которую я говорил печеночный рулет на нем крошки хлеба сначала хлеб отрезал потом рулет поняли да ой блин еще поваляю пойду ему дам пусть перекусит чуть-чуть и в общем девочки вот он наш забор вон шкодник вот кстати вон ту сторону видите ровненько покрашена это он красил а вот эту сторону красил федя ну понимаете да все вот так у нас все получается а вот я сказала что он купил не упасть бы блин а в сланцах вот он купил вот эту штуку ну вот эту и замок вот он сейчас поставил вот это потом что еще поставили короче вот эту штуку вот эту штуку лишь на бутерброд пожалуйста и девочки вот в итоге наш забор какой получается очень красиво нам очень нравится калитка не покрашенная пружинку еще поставили вот пружинку нас было вот дверь который я к феде закрыла хотели сюда туда пружинку но все как не ставили не ставили чтобы она не хлопала а кирпичом дожил а можно кирпич убрать я покажу сейчас хлопнет там мы решили что надо либо резиночку либо что-то приделать ну в общем смайлик лает в общем вот так это выглядит доводчик еще что поставить доски в общем типа нормальный сорт но по факту видите черное пятно вот тут вот черное пятно валик ему надо отметиться ну в общем как то так цвет как в туалете понимаете да снимаю на лёшин телефон мне не очень удобно потому что чехол сверху крышку еще держу держать не особо удобно щели должны быть потому что должно проветриваться но она еще раз сохнется сохнется рассохнется здесь в два слоя покрашена в общем вот это я тоже покрашу вот эту вот вот эту половинку и калитку руками в два слоя остальное мы будем дальше везде краска пультом ну главное чтобы вот эта сторона уже одинаково было лишь мы позже подумали правильно лёша говорит надо было это конечно затрата по времени дай договорю пожалуйста хотел он знаете как делать вот так волной вот так ну чтобы не вот так вот ровно ну а волной но это время немного займет вот видите она такое не особо симметричный цвет как то так потому что доски все разные доска не струганая поэтому и много впитывает ну короче как то короче девочки я же обещала не говорить короче еще такой вот цвет сейчас я вам еще кое-что покажу вот цвет красивый красивый цвет смотрите где яблоки огромные валяются вообще прям огромные большое еще девочки смотрите мой красавчик мой красавчик видите да пельсовая лампа я просто собрала ну я говорю федя спал лёш там забором крутил вертел а я собирала штатив и короче он вот такой вот вообще он классный он просто классный а еще он поднимается еще выше то есть сейчас он где-то метр шестьдесят высотой вот на данный момент стоит как раз я уже попробовала там заснять ну чисто так вот а он высотой на 2 10 спустя два с половиной года практически я пришла к тому что я купила себе штатив девочки понимаете вот можете меня поздравить доросла ну серьезно ну до этого никак а вот зато знаете сколько он стоит тысячу пятьсот девяносто или семьдесят ну короче в районе 1600 ну да вот реально не а я сейчас скажу валюша мне говорила что у нее штатив тоже вчера два с чем-то высотой на 2 10 вот этот мой и короче говоря она в германии покупала я у нее спросила что тебя папа отругал отругал да да вот она говорила знаете что но она мне говорила как он называется я смотрел у нас он стоит стоит четыре с половиной а какие я не смотрела не забивала цену все тоже дорого было а сейчас я вам брюс посмотрела там скидка была вайлдберрис правильно сказал вот так что такие вот дела девочки пошла я больше варить на тебе телефон на только что больше ничего не ломал понял несу лёши пирог с капустой еще один кусочек остался он ему очень понравился сначала нет сначала недооценил даже не пробовал потому когда распробовал ему очень понравился вот взял на дачу чтобы ему отдать наш дождь на еще пирожок перекуси вкусный друг не вкусный почему а че ешь извините это девочки ну здесь бутылка пила понятно а это сок вот тыквенный вчера купила сегодня пьем из-за бутылки ну нет из-за того что он тыквенный и за бутылки ешь и запьешь потом ну не из бутылки же точнее ты и до этого я его все время вытираю сейчас у него усы будут не будешь есть на еще раз вкусе ну нормально вкусе вы говорили что давай лук положить туда и морковь вкусный я его солила просто немножко не до соленый капуста сама смотри мне вот видите доски такие ну вот так вот это не сам что дать на этом она вот вы смотри здесь капуста нет на даешь и вытрях да их дайте этим будет подожди посмотри на рот открывай запьешь тогда потом на девочки борщец варится такой вкусный вообще я раньше сама в банке борщ делала тоже по правда пол литровые это по моему 07 или 08 было я еще такая подумал зачем я капусту на стругало не не хотела ее класть и потом положила в общем что хотел сказать да очень удобно надо будет мне тоже в этом году сделать борщец так чтобы вот именно на следующий год на дачу или дома так вот когда ну быстро-быстро нужно очень удобно я помню что делала два года подряд и наверное по 20 банок им я его не использовала но весь полностью отдавала тоже подружки вот отдавалась который перестала общаться вот по-моему вере даже давал уверен снова мама дает упомендовала и знаете он такой вкусный был но вот это настяная мама делала тоже очень вкусно девчонки удержь попробовала очень вкусный кстати знаете что здесь еще есть крылышки но лежа крылышки именно третья часть от крылышек я тоже и на одну не иногда часто их использую ответе ой ну кому-то это не понравится кстати сейчас покажу вы смотрите вот это вот с одного окорочка блин как вот это вот очень-очень вполне вот кто мне говорит что оксана как с одного окорочка можно варить первое девчонки да нормально здесь мясо я не знаю блин ну мимо камеры потому что когда в камеру смотришь тяжело это все вот сейчас я это ходила положу нормально мясо правда представляете не будет укропа до нормально мясо нормально может быть конечно маловато на пятилитровую кастрюлю ну скажем так ну в общем нормально еще плюс бульон наваристый здесь то мясо есть здесь же эти обрезки от свинины крылышки но я считаю что нормально куда больше и среди какой густой стал не конечно можно было еще поменьше капусты положить но мне жалко было и выбрасывать и в общем еще такой густой наваристый сейчас еще 5 5 минутчика все готово федя до сих пор теперь представляете до сих пор был не могу не могу вот так вот сейчас закипит и прямо совсем чуть-чуть сейчас вам покажу где он спит на кровати видите малыш мы устал вы знаете что он не высыпается верней он же любит поспать арсений нет не любит а федя любит а еще смотрите короче ну тут яблоки конечно валяются естественно эти блин телефон садится эти яблоки прямо гнилые падают с дерева видите флокс который я хотела мне дали надо будет сейчас посадить вот классно сейчас поставлю телефон на зарядку потом покажу сколько лёша уже сделал немножко по другой технологии делает девочки федюшкин проснулся федюшкин краснулся вот что хотелось сказать девочки видите чего лёша боялся чего не хотел потому что доски были сырые они же не струганые ну как они сырые были блин они не были сыры настолько насколько они посырели вот и здесь смотрите сейчас мы тут с арсением ну арсений носит я помогаю видите понятно что это закрасьте но не закрасьте настолько насколько могло бы а вот видите смотрите доска какая сбросилась у меня я коснулась сенсора и она улетела видео в общем вот я про что говорила что он очень сильно боялся вот этого вот доски были все светлые он их разгружал девочки он их разгружал своими руками смотрите что с досками стало вот это вот он вообще очень нервничать на кстати арсений вот это более менее нормально это с нашей стороны будем не понесешь короче до этого он носил ну я ему выбирала а он носил теперь не хочет очень смотрите видите тоже не стали я я ее забраковала короче до этого он обрезал лобзиком лобзик забыл обрезал лобзиком сразу каждую дощечку и ставил уже ну короче как нужно было да а здесь получается он говорит я потом обрежу все лишь бы быстрее поставить чтобы они не гнили не лежали не гнили но вот оставилось совсем чуть-чуть вот столько сколько здесь 43 с половиной наверно до три с половиной вот это вот три с половиной метра но вернее три метра и там еще чуть-чуть значит почти три с половиной пойдем кушать там девочки лиза и настя по моему зовут несет доски вот видите здесь он ровненько обрезала здесь вот вот так лан закраситься а знаете как девочки закраситься сейчас вам покажу вот видите как будет ну будет вот так ну а что делать вообще ну просто по-другому никак не получится тоже были темные пятна на досках ну как то так чё сидишь иди зайди скажи девочки пойдемте играть они заходили к нам пока ты спал они на площадке играли да может придут им было скучно без тебя наверно придут понимаешь чё какую доску блин девчонки короче вообще доски плюс еще не видел я их тут сюда накидала ну потому что такие бывают одни бывают легкие прям легкая на прям я легко даю я а сейчас одну несла еле донесла представляете смотрите на нее а папа саморезы попросил на эту коробочку папе не рассыпь только пожалуйста что ты хочешь сок сейчас я тебе надеюсь сок у меня знаете что с лёшным телефоном я что-то сделал мне кажется или мальчишки что-то нажали видео снимается около минуты и обрывается да я даю я посмотрите девочки вы посмотрите что девочки неожиданно у нас утро ну точнее уже не утро уже ближе ближе к полудню а где наш праздничный стол ну точнее дачный ужин слушайте все было как всегда не стала показывать но единственное что вчера хотела картошку сварить да из дома взять девочки я ее забыла поэтому у нас было просто мясо огурцы помидоры это как его называют и кабачок жареный и все хотели выкопать картошку но быстро потемнело я говорю ладно обойдемся без картошки ну и не стало ничего этого делать и стала показывать вот сижу под яблоней прям под яблоней не патентом и под яблоней любуюсь слушать сейчас вам покажу чем любуюсь вообще у меня дел как бы куча лёша там забор делает арсений ему помогает периодически слышу лёша спасибо спасибо периодически орёт на него в акариот типа не ломай не это еще что-то зачем в общем не знаю 0 этот арсений ему там помогает слушайте я впервые сейчас вижу себя вот прям вместе с вами что мне на голове а почему потому что зеркало нет я вере зеркало подарила а у меня еще второе было я уверена была что она была и я говорю лёш давай вот там короче в кухне чтобы я его хотела поставить я бы давай в кухне мне зеркало поставь а гренов сарае он как нет его в сарае очень везде все перерыли ну как визуально его нет где она и наверное она у отца у лёшиного в общем там сарай скажем так и очень там там у нас еще диван стоит вот я бы я живу в этом году видела значит здесь он горит нет наверное у отца короче нет зеркало осталось я без зеркала ну ладно в общем как-то так девочки нужно идти дела делать спасибо вам большое дорогие мои что вы заценили мою стрижку вот я читаю все комментарии но почему-то мне не получалось вчера поставить сердечки домой приеду обязательно еще раз буду самоутверждаться поднимать себе самооценку и еще раз все прочитаю и естественно слушайте ответить наверное я уже не успею потому что вы будете как раз смотреть этот влог я буду на эти комментарии отвечать но сердечки обязательно поставлю с компьютера не знаю почему с телефон у меня не получается а вчера здесь память закончилась мальчишки закачивают сюда весь телефон непонятно в чем и на моем телефоне закончилась память но я уж не стала просто перекидывать прическа портится не стала перекидывать вечером ну смысла не видела а ничего больше снимать не могла по большому счету ну стол то я могла показать там совсем кусочек ну просто не стала этого что там показывать все как обычно девочки да кто-то написал что типа без крылышек в общем уже не ужин или дачи не дачи но я не помню ну да была свинина и были крылышки благо сейчас мне готовить не нужно потому что есть борщ очень вкусно безумно вкусно получился он по цвету светлый но получился да но он очень очень вкусный идет помощник пошел ставить аккумулятор на зарядку да ну иди ставь сегодня погода шикарная просто шикарнейшая вчера было так как бы пасмурно но хорошая погода была моя любимая а сегодня солнышко свет мальчишки в шортиках и я девочки в штанах но это ладно еще носки одену потому что сейчас у меня будут ноги грязные не люблю этого мне неприятно даже нас как ходить ну да вот надо дело делать я хотела вам показать что я здесь сижу и любую смотрите яблоки висят над моей головой тоже их очень много девочки так на секундочку любую забором там видите золотые шары и цветы очень красиво очень красиво и девочки вот здесь вот такая красота но я на это не обращаю внимание смотрю туда вдаль прикольно прям мне очень нравится причем вчера вечером от этого забора светло ну понимаете да уже светлый а с другой стороны но мы его естественно покрасить сейчас пока красить не будем лёша в срочном порядке все вот это вот делать ну зашивая другую сторону вот ну и так неплохо неплохо уже хорошо вот он уже зашил видите с этой стороны метра три с половиной и арсений ему там помогает в этом видно все девочки ой хотела вам что показать и огурцы увидела у тебя сейчас он видите огурчик переросший перестал я же на них забила я их не плевала вот и результат а можно было поливать где-то я еще видела там где-то ну ладно и он там видите огурец а а вон еще висит ой девочки я сегодня с урожаем смотрите смотрите ну они переросшие но я все равно сорву и мы их съедим где-то еще здесь видео ну да видите вы мне писали но мы не приезжаем мы видите раз в неделю поэтому ну ладно что трогают базилик прям так пахнет вообще кошмар сильно сильно пахнет красота все красиво небо красиво ой девочки не могу могу и вот эти вот светофор и помидоры я здесь пакет положил две туда уже это надо будет в общем хотела их сначала посрывать там зачем я просто в мешок вот это повырываю сегодня наверное ну короче и тут у меня смотрите лучок редисточка ну что сынок как следила а хорошо ну хорошо что сюда нельзя нет сюда не подходит замок нет 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 это просто красоты нет нет да ладно все перестанет мне надо красить калитку солнышко светит прямо яркой сюда прям мне в спину не хочу девочки хочу знаете что сейчас сделать ведь у нас там виноград зреет но правда из-за листьев вести не дают нормально спеть не знаю успеет он созреть или нет хочу обрезать сейчас листья там его прямо много-много вам видно или нет вот ну надо листья обрезать и вообще я не шарю в этом винограде по идее надо было бы хотя бы видео посмотреть ну в общем буду обрезать листья его прямо много-много-много-много он видите ну прямо много ой блин в ухо чуть попало в общем девочки буду работать вот это вот панамку я покупала арсению фикс прайсе не хочет он ее носить ну значит я ее выносить и надела очки потому что прям вот морщу лоб и все вот буду работать секатором гардена помните вам бы уже показывал он классный вот а кому девочки интересно ссылочку оставлю внизу в описании я много чего уже хочу гардена потому что он реально классный мне писали в прошлый раз что неправильно держу его я вроде бы вот так тогда держала да мне которые ветки поудобно ну потолще мне удобнее держать ну перевернуть секатор неважно этот или какой-либо другой да я всегда так делаю а сейчас я буду листики обрезать вот этим таким образом пока не очень понимаю вообще долму наверное вы кому-нибудь предложить ну на долму его у меня соседка хотела взять прийти сорвать но что-то видимо не приходила нам говорит оксана можно и женя моя подружка тоже долму делает периодически я ни разу не делала девочки мне негде хранить эти листья поэтому я не разу не делала прям буду кидать сюда сейчас я его прям весь общикрыжу с этой стороны потому что солнышко все время ну очевидно что я делаю солнышко все время как бы вот она с утра здесь а потом она вот так вот идет так вот так что очень очень быстро а ну правильно его держу хотел сказать опять взяла не так а ветки может обрезать или не нужно знаете чего боюсь еще боюсь того что здесь змей бывают такие ну такие вот траве взросший я видела я блин до сих пор босиком я носки не надела ну не знаю на два ботинки обуть не знаю девочки правильно это неправильно но обрезаю прямо вверх и а то он что-то вообще уже разросся сильно не знаю ну что девочки не прошло и года но в общем короче я справилась обчикрыжила весь виноград зато теперь на него будет попадать солнышко конечно это нужно было делать раньше естественно но с другой стороны девчонки ну блин мы его не настолько любим в общем дамские пальчики или там киш-миш да а вот этот вот я не знаю и вот сосед тоже сказал что это типа винный виноград не знаю может вино будем настаивать на нем он нормально он приятно но много его не съесть что он смотрите сколько и пока я обрезала пришла соседка наташа который как раз хотела взять листья на как чувствовала что смотрите прям так много 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 что сын мой меня вот здесь вот целая куча и вон там тоже короче куча меток папа не врет по поводу осы с осами в общем второй день подряд гонит по поводу того что с черной берета срываем кислым боится пчелу горит скорее бы они умерли короче пусть пыльцу соберут умирает боится прям дергается второй день подряд не знаю почему чего ты там насмотрелся с чего вдруг если ее трогать не будешь арсений она тебя тоже трогать не будет просто встань уйди отойди от нее и все руками не маши ну я думаю что нет если не будешь убегать если ты не будешь сладкий сладкий как сейчас они любят сладости ай девочки сейчас я вам себя покажу красотку короче красотка потому что я вспотела голова вспотела панамка у меня все пролезала в общем лучше бы я ее не надевала ну ладно что зато блин голову не напекла потому что прямо самое солнышко было все красоту ничем не испортишь все как обычно девочки все как кому интересно краска вот такой мы красиво не знаю вообще меня там видно вот такой вот защитный состав биотекс два в одном слушай как со штатилом то хорошо я прямо он у меня полетел когда я виноград стригла ветер подул я его недостаточно внизу раздвинула и он у меня вместе с телефоном улетел сейчас музыка погромче сделаем музыку в машине попросила там Майкл Джексон сейчас пел поэтому поэтому попросила Лёшу сделать потише это я собралась короче вот это кисточек а вот и негр солнце высоко ой извините потом ко мне придешь покрыться наверное это же краски да нет это не надо это ты всех тут или как себя только только себя то говорю мы тут ходим понимаете это я собралась короче вот это кисточек и отдали то что вчера со стригли что со стригли с головой не вчера я постриглась так на секундочку это вот почему она такая стала потому что между щелей когда красишь ну между досок мне нужно покрасить сегодня только калитку и вот вот эту часть в два слоя руками а дальше уже получается мы будем краскопультом вот тоже наверное вот этот фасад в два слоя может я потом вальком пройду короче не знаю ничего кисточки нормально нету блин мне здесь немного они больше у меня на кухне права заодно поверите поверите увидят очень здорово кому-то сказала лёш ты бы отошел лёш сидит там у нас крючки отдыхает загорает ты бы отошел а мне кажется я сейчас так буду ой она не лезет не лезет нормально у тебя больше половины залазит нет а с той стороны будешь красить а я уже раз два чтоб с той стороны просто покрасить и все с той стороны будешь красить я так же залезу еще больше да я знаю нет я не хочу так он отдыхает ты прячешь нет ты меня сразу стриги я ее хотел в прошлый раз подстричь не надо мне это я не знаю ты сумасшедшая что ли ну что ну ну пиона тебе для чего да и что не ребенок ну она ну ты дала подержать чтобы короче я не пила я не пила да понятно что ты не пила косяк а ты куда смотришь в смысле на лизу что ли ребенок с пивом ходит ты ее поставила дала ей верни ну дала ей а я то при чем вообще пусть ее мама смотрит не в моей в моем этом нет в понятии допустим принеси что ты маме не помогаете красить здравствуйте здравствуйте надо маме помогать красить они вон саморезы пересчитывают так ну сколько они считались это они тоже сейчас узнали что оказывается они считают их 7 7 7 7 ну хорошо что 7 только их там 107 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 8 117 123 107 118 14 15 15 15 15 26 14 16 новый участок у нас. Перед Наташей? Да. Нет. Перед Наташей. Первый крайний участок, да? Вот наш дом-то. Наташа следует. Через Наташу? Через дорогу. Сколько? 14. Я в шоке. Надо ей подарить. На двух работах работать. Чтобы кормить. Да. А зачем она столько завела-то? Ну любительница. Любит работать? Кто-то подбросит, где-то найдет. А мы едем без здоровья. До свидания. До свидания. Не, ну 14-х кошек откроет. Нет, это, конечно, перебор. Да. Прикинь, в доме 14-х кошек. Вет, где ты говорила, что у меня подтеки? Покажи мне, где? Она в всех подтеках. Каких? Покажи мне. Хоть один просто покажи. Я не вижу. Это у тебя в глазах что-то? Нет. Вот они. Где они? Да что ты? Это структура Деева такая. Видишь она? Вот. Где здесь? Вот смотри. Оно все впиталось. Все, абсолютно. Смоги, Сиди. Видишь? Муж мой сказал, что там должно быть. Да, она же моментально провести. Сиди, а где ты ходишь? Не, ну где-то больше впитала, где-то меньше. Нет, Вера, все впиталось. Ладно, Сиди. Видишь, что мы прям под локрой встанем? Сейчас две одна елка. А, есть ли сейчас твоя елка? Да, я знаю. А ты что сидишь-то? Муж мой. Отдыхает, ты же сама сказала. А вы что? Сама сказала, он говорит, отдыхает. А ты что сидишь-то? Ну хватит, отдашь мужа. Мама, мне не бросается. Смайлик, ты что второй день лаешь-то, а? Просто лежит и лает. Он на нас даже не смотрит. Он смотрит, лает другую. Это же на кого-то. Вот, брат. Что он? Да он вообще не смотрит, вообще никуда. Куда мне кинет? Куда кинет? Ты куда хочешь? Снова теряю. Не подниму. Не надо туда. В общем, девочки, буду окрасить. Сейчас все щели сначала промажу, а потом валиком. Хоп-хоп-хоп. А потом еще второй раз валиком пройду, чтобы вот оно равномерно все было. Но одинаково, потому что там два слоя. Вот. Это получится достаточно долго. Поэтому я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. И все. Всем пока. Пока. Кто досмотрел до этого момента, желаю вам хорошего настроения. И легкой, продуктивной, рабочей недели. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok